Приложение для мобильных устройств. Зарабатывай голду в любом месте. Хочу порекомендовать интересный канал по игре World of Tanks. Тут вы сможете увидеть множество видео со смешными моментами, эпичные бои, гайды и другие видео по танкам. И всё это с бодрыми и чёткими комментариями. Заинтересовал? Ссылка под видео в описании. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите передачу Приколы и Баги, выпуск 60. Начнём мы с бага, который произошёл с танком Бульдог. Врезается он в дом и выехать уже никак из него не может. То есть он тут застрял как в тюрьме. И это, конечно, плохо, потому что Бульдог надеялся, наверное, проехать мимо этого домика, разрушить его и играть дальше. Но получилось так, что он тут застрял, и это можно назвать багом, ну или недоработкой игры. В любом случае, такого не должно быть. Знаете, ломать деревья или какие-то строения в кругу захвата, по-моему, не лучшая идея. И, как вы можете видеть, кто-то эту ошибку совершил. Арта туда стреляет и точно в кого-то попадает. И это был Лоррейн. Он был фуловый, и Арта с одного выстрела его уничтожает, наверное, ещё и с поджогом. Обычная ситуация в рандоме. Все стоят, ждут, перестреливаются из угла. И тут неожиданно вылетает Хеллкэт, и его сразу же уничтожает. Произошёл вот такой вот забавный баг. Так, Хеллкэт, конечно, вовремя вылетел прямо под всех. И, не знаю, как его так угораздило, вроде там никаких таких мест нету, где баги происходят. Но он нашёл всё-таки его, прижался к стенке, вылетел на всех и уничтожили его. Ну, что сказать, молодец, нашёл где слиться. Дальше у нас идёт эпичный баг, который произошёл на основном сервере игры. Даже не знаю, как такое вообще произошло. Похоже, сервер совсем заглючил. Вы можете видеть, что Пантера-2 ехала и застревает она в земле. А Т-57 Хэви просто проваливается туда. И что же будет дальше? Это, конечно же, ещё не всё. Потом в этом же месте Т-28 прототип тоже застревает, как в воде, начинает тут плавать в земле. И половина торчит под землёй, половина сверху. В общем, полная жесть. Тут ещё Пантера спокойно проезжает через здание, как будто их и нету. Потом она проезжает и опять же в этом месте проваливается под землю, куда-то в неземное пространство. И тут уже несколько голубчиков её ждут, которые тоже провалились. Притом даже противники тут есть. И начинают они тут перестреливаться. Ну что, очень интересный бой, шикарный геймплей. Мне лично нравится. Этакий новый режим, где мы будем перестреливаться, находясь в космосе. Ну, в общем, отлично. И посмотрите, игроки тут уничтожают друг друга. Ну, хоть как-то можно себе развлечься. А то, может быть, вообще бы и стрелять нельзя было бы. Ну, все, конечно, рады такому новому режиму, такому супер багу. Все висят в воздухе. Ну, ещё некоторые там катаются, но всё равно проваливаются под землю рано или поздно. И присоединяются к своим товарищам. Ну, просто супер. Супер. И посмотрите на Батчата. Он наверняка рад тут оказаться. И к тому же можно тут сразу же уничтожить ему арту. Как раз хватает ему... Тут он, не знаю, как это назвать. Не УВН, а просто позиции у него удачные. И смог он арту уничтожить. Ну и вот, поспел Т-28 прототип. Тоже он падает вниз к остальным. Ну, в общем, отлично. Какая-то прям чёрная дыра, куда все танки прилетают и висят тут. Эпичнейший баг. Такого я ещё не видел. Но если вы думаете, что это единственный случай, то вы ошибаетесь. Например, в этом бою на другой карте произошло то же самое. Некоторые игроки начали проваливаться под землю. Ну и также тут произошёл ещё один баг. Арта почему-то не может повернуться. То есть она может стрелять только вперёд. И всё. И смотрите, Сушка в начале боя улетела под землю. Потом арта начинает выцеливать противника. Стреляет по нему, но попадает куда-то в воду. То есть снаряд как специально туда подъетел. Не думайте, что игрок тут притворяется. Вторая арта также стреляет в это место в воду. В общем, вот такой вот суровый баг. Конечно, кто-то, наверное, будет рад, что такое с артой произошло. Но это может произойти с любым игроком. Какой-нибудь баг. И уже будет не так весело. И заметьте, подъезжает противник. И арта ничего сделать ему не смогла. Также во многих местах на карте вот такие вот случаи были. Где танк или застрял тут в земле, или уже провалился под землю. В общем, классно. Интересно, что дальше будет. Танки будут самоуничтожаться произвольно в начале боя. Ну, в общем, посмотрим. Ну и вот ещё один похожий баг. Так, игрок на Т-34-85 застревает в земле. И выбраться отсюда он не может. Правда, он не проваливается так. На весь бой тут и застревает. И ничего сделать не может. Обидно, наверное. Ещё один глобальный баг, который произошёл на основном сервере игры. На карте ТОП. Как вы можете видеть, все игроки в начале боя не могут нормально ездить. То есть, они потеряли контроль над своими танками. Они нажимают вперёд, а танк у них едет в произвольном направлении. Кто-то врезается в союзника, кто-то в гору. Кто-то начинает просто кружиться. В общем, круто. Сервера не выдерживает. Всё очень сильно глючит. Из-за этого, наверное, так и происходит. Мне понравилось ещё читать комментарии в этом бою. Игроки рады почему-то. Ну, они удивлены, что такое вообще происходит. Что они не могут нормально поиграть. И танк у них вытворяет какую-то чушь. Ну, надеюсь, это единичный случай. И такого не будет. Итак, друзья, хотел бы напомнить вам, что в моей группе ВКонтакте сейчас проводится конкурс. Я разыгрываю 25 тысяч голды, один бонус-код на танк, а также один инвайт-код. Если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, то ссылка в описании. И там всего лишь нужно вступить в группу и репостнуть новость. Также я буду рад, если вы пришлёте мне свои реплеи с багами, смешными моментами. Ну, или какими-то другими интересными ситуациями в рандоме. И за лучшие реплеи вы можете выиграть голду. Спасибо всем, кто помогает. Благодаря вашим реплеям рубрика существует. И до сих пор постоянно выходит. Ну, и также я хотел бы поздравить вас с праздником 9 мая. И желаю вам всего наилучшего. Отметьте этот праздник как надо. Ну, и не забудьте поздравить ветеранов. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok